Мы категорически осуждаем военную агрессию со стороны Российской Федерации в отношении Украины. Мы совершенно убеждены, что все фразы о том, что таким образом Россия восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые вдобавок еще приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам в нашей стране, ну и в Украине тоже, в Украине в первую очередь. За последние годы весь мир и, в частности, те люди, которые усердно голосовали за нашу нынешнюю власть, могли убедиться, что каждое их слово является ложью. Сначала они твердили, что не собираются присоединять Крым, заявляли, зачем нам это, это даже не входит в круг рассмотрения, примерно через год его аннексировали. Потом врали про то, что не будет повышения пенсионного возраста. Помните, да, сейчас это кажется такой мелочью уже. И, конечно, повысили. А затем долго и изощренно врали про то, что не будут вторгаться в Украину. Еще даже так мерзко подхихикивали, типа, ну и где же наше вторжение, а? Саечку за испуг, господа паникеры. А сами просто выжидали, когда закончится Олимпиада, да, договорились с Дэн Сяопином. И вот теперь, пожалуйста, вторглись. Происходит некая чудовищная, невообразимая вещь в центре Европы, в 21 веке, в цивилизованном мире. Впрочем, между Россией и цивилизацией отныне возводится глухая, непреодолимая стена на долгие годы, а может быть десятилетия. Мы призываем всех, кто развязал эту войну, которую вы, господа, называете специальной операцией. Остановитесь, задумайтесь, попробуйте сесть за стол переговоров, если у вас осталось что-то человеческое. Позора с себя вы уже не смоете, не надеетесь. Но можно избежать еще жертв, можно сохранить человеческую жизнь. Остановитесь, господа. Субтитры создавал DimaTorzok